Поприветствовать многотысячную колонну любителей мощного рычания моторов и скорости, казалось, вышел весь Брест. Самый крупный международный слёт байкеров ежегодно привлекает новых участников и зрителей своей зрелищностью и размахом. Этот год не стал исключением. Более 7 тысяч единиц мототехники, растянувшись многокилометровым потоком по запланированному маршруту, вызывали у наблюдавших за действием восторг и бурные аплодисменты. Мероприятие положительное и эмоциональное. Особенно на параде вы же видели, как люди выходят и приветствуют. Все же хотят проехать колонну. Участники получают много эмоций. Особенно от улыбок, от помахиваний руками и тому подобное. От положительных эмоций. Положительные эмоции были обоюдны. И если зрители восхищались мощью железных коней и виртуозным исполнением трюков, поражающим любую фантазию во время показательной программы каскадерами, то сами байкеры отмечали качественное асфальтное покрытие наших улиц, радушный прием горожан и ежегодное увеличение стран-участниц. Очень хорошие люди. Мне очень нравится Беларусь. Очень хорошие, очень замечательные отношения людей. Видели, как встречают? Как красную армию встречали. Всех детей, с этими детьми поздоровались, когда проезжали мимо. Очень здорово, мне нравится. Атмосфера хорошая. В общем, праздник. Очень много новых людей, новых лиц. Например, у нас ребята из Эстонии приезжают постоянно. Сейчас мы видим, что очень много из разных стран приезжают. Это мероприятие берет оборот. Каждый год и больше, и больше, и больше разных людей. Это очень интересно. В этом году отличительной особенностью мотослета стали и некоторые участники. Дмитрий Соляников с удовольствием знакомил современное поколение с историей формы сотрудника госавтоинспекции и настоящим ретро-мотоциклом времен Советского Союза. Раритетная техника и полная экипировка конца 70-х вызывали неподдельный интерес посетителей мотофестиваля. А желающих посидеть за рулем Урала и сфотографироваться в фуражке инспектора ГАИ было хоть отбавляй. Одно из моих хобби – мототехника, автотехника периода СССР, довоенная. Поэтому вот так вот собирал, чтобы более согласно эпохе это все совпадало. От формы до мотоцикла, который я покупал в разваленном состоянии три года назад. Документы настоящие СССР, 82-й год, ХОЗО, Брестка, УВД. Был продан гражданскому человеку, заброшен, а вот я его привел в такой порядок. Да, железный конь мощностью в 36 лошадиных сил сиял, как только что сошедший с заводского конвейера. Руки мастера постарались на славу. А вот самым уникальным элементом в образе Дмитрия оказался Жезл, регулировщика периода 30-40-х годов, которым он особенно гордится. Жезл действительно уникальный. Свисток, кнопка. В свое время СССР делали три дырки и забирали права за нарушение. Вот этой кнопочкой? Да. Вот сюда вставлялся техталон и делалась дырка. Три дырки, забирали права. Данного Жезла нет даже в музее МВД в городе Минска. Грандиозный мотофестиваль ежегодно дарит гостям и участникам массу положительных эмоций. Знакомец с историей мототехники и мотодвижения объединяет представителей разных стран в единое сообщество, для которых любовь к мотоциклам стала неотъемлемой составляющей жизненной дороги.